два стека грифонов остается ну тут хорошая защита у гремлина особых проблем там не возникло ангелы добавлены в основную армию так ну и куда дальше смотрит он на длину хода куда максимум эйслин вообще доходит разгоняет ее оставляя на одном лишь ангеле она идет пробивать хоббитов первом раунде играет через вейт а его втором раунде тоже через вейт решил постоять а дальше уже просто выбил хоббитов налегке и разблокировал обелиск чем больше таких обелисков будет посещено в итоге тем выше увеличивается шанс на то чтобы отрыть и построить грааль это всегда довольно интересно необычно грааль отстраивается очень редко в играх поэтому я думаю зрителям было бы интересно посмотреть на это целом если следить за теми турнирами которые мы уже делали конечно можно и не раз убедиться в том как игроки их отстраивают но если взять в целом по разным играм сколько игр игр играется для того чтобы увидеть хоть в одной игре грааль то это все таки довольно таки большая редкость но там еще от шаблонов многое зависит некоторые шаблоны вообще играются в изобилистов это тоже нужно учитывать изморалик много выпадает из-за того что нежить есть в армии у танта дело в том что за наличие нежити вашей армии которая с ними воюет в одной скажем так группе под предводительством конкретного героя ей дается минус 2 морали сразу же ну а вообще за разные войска из разных замков за каждый стек из нового замка это минус один морали только нежить дает минус 2 сходу все передается армия ход точнее дальше мощь армии пока за саньком макс плане армии пока что проигрывает старается разбегаться в разные стороны также разведка продолжается там очередная лесопилка рядышком есть немножко золота под собрал своими героями собирателями тут тоже куда же без нее то и и внешнее жилище пегасов которые возле его же родного замка тоже сразу же выкупается гномов тоже решает выкупать сразу не отходя от кассы ну и пегасы и гномы они также остаются на ведомине и ведомина вот с этой всей армии которая у нее есть полезла взяла максимальный склеп вроде когда ей дали накидку которую увеличивает продолжительность заклинаний плане раундов особенно полезно когда у вас еще сила магии слабенькая что-то ваше замедление ускорение там щиток чтобы она работала как можно дольше ведь именно эти заклинания часто при взятии разных объектов кастуются да и не только объектов и при пробивки разных охран скажем так их полезность очень важно и решает улучшать как раз таки единорогов которые есть его же замки чтобы и скорость выросла и вообще стали посильнее ребята армии там не появилась сайра идет по дорожке она добегается кружина но нельзя тут сейчас это вывозить нужно пробить игры жене скелеты это как всегда простенький бой который не должен создавать проблемы сундучок тоже взят именно на опыт ну и на не крене очень большая ставка здесь делается пока даже кира столько не качается сколько качаются некроманты вообще в битве дипломата и некроманта обычно побеждает дипломат но опять же некромант часто обыгрывает дипломата даже если на ранних стадиях встречаются ребята либо же некроманту удается собрать плащ короля нечисти и он собирает громаднейший просто стек лечей то даже дипломат не всегда может найти настолько топовые стеки к моменту встречи чтобы в итоге выиграть ну а тут у ребят видите такая сдачка выпала что и один и второй может через дипломатию и через некромантов играть довольно универсальные сдачи ну а то как уже каждый из них воспользуется тем что им дало это уже конечно их личные проблемы которые они должны решать вот снова передается нам макса немножко еще подразведал видит там блоки кстати внешнее жилище ангелов еще добавок тут у макса смотрите на таком маленьком клочке нычка ангелов нычка коней и нычка там стрелков или мечников да я вот постоянно их путаю там одна в одну сторону повернута другая в другую он на первой неделе не стал те внешние жилища брать а так бы конечно уже стеки могли быть очень и очень хорошие тоже как бы перспективы растут ну и тоже рынки строятся куда же без этого то проверяет сколько нужно золота чтобы все это дело выкупить выкупает единорогов эльфов и кентаврика сейчас все это дело будет довозиться туда где идут основные бои основные пробивочки разного рода будет пробиваться вот эту вот зону которая находится на песках нужно отметить что на анархии частенько территория зон она не привязана конкретному замку поэтому например на болоте может быть башня или на снегу может быть какое-нибудь сопряжение по территории крайне сложно понять какая именно раса должна там жить судя по тому замку который там находится в основном по внешним жилищам идет это некое понимание гномы тут тоже довольно легко должны разбираться вообще не должно это создавать каких-то проблем единички кентавров конечно частично потерялись но это да это однозначно приятно так мудрость сразу же берет и ящик пандоры пустой а раз он пустой значит либо там было то что у него есть либо у него не хватило мудрости на то чтобы изучить заклинание этого уровня что скорее всего то есть по сути потерял какие-то заклинания причем это заклинание не первого и второго уровня скорее всего заклинание третьего ну четвертого или пятого я не думаю что там были заклинания потому что охрана была не настолько серьезной чтобы там что-то в этом роде туда пихать призадумался что же делать дальше ну из тех героев которые у него еще не отходили это Интеус герой с магией огня посматривает заодно что там у соперника произошло за это время и ход передан дальше тут уже ходит Санек он идет брать импятни я уже не раз говорил о том как импятни важны для некромантов это очень быстрый способ намощнить себе большое количество скелетов чем в общем то ребята часто и пользуются импы сами по себе довольно слабые единственная конечно скорость особенно если родная для них земля по скорости они могут очень сильно вас потрепать особенно если вы играете за такие замки как башни где стрелки на первых неделях решают на что-то не важнейшую роль дальше уже конечно можно пересаживаться на что-то поинтересней например у Макса там со второй недели уже единороги добавились в основную армию уже говорить о том что именно эльфы являются каким-то мега важным стеком говорить нельзя они все еще важны но их роль уже не столь велика какой была она на первой неделе когда ну без них просто обойтись было почти нереально можно было попробовать конечно без них воевать но просто тем был бы другой больше пришлось бы потеть сливать таймера в различных боях снимать ответки разводками заниматься ну не каждый хочет с этим заморачиваться тем временем Кира идет пробивать стрелков ускоряет скелетов ой скелетов ангелов конечно же для того чтобы они быстро заблокировали ящеров чтобы те не могли в свою очередь стрелять по тем же кремлинам как вариант дальше армия передалась на некроманта на айцлин и именно она едет продолжать не крить далее в том же темпе дизморалька выпала на ангелов ну это ничего страшного запас здоровья у ангелов большой поэтому это далеко не критично далее пробиваются гномы опять же приходится мириться с дизморальками какими-то когда ваши войска замирают и просто-напросто отказываются ходить в каком-то раунде причем ты не можешь предположить в каком раунде и кто у тебя не будет ходить вот то наги то гремлины то ангелы видите проседают и не ходят из-за этого часто в боях больше потерь идет чем обычно но если пока вот говорить о том что мы видели вроде пока серьезных каких-то проблем мы не увидели даже с учетом дизморали идет брать гномятню расставился довольно таки не стандартно поставил гремлина в центральный левый слот я даже не припомню так на память чтобы кто-то так расставлялся но опять же в целом неплохо заходит заодно земля при прокачивании и после гномятни сейчас забралась башня ну а после башни я думаю можно не сомневаться что будут забираться две консерватории вопрос в том какую консерваторию какой герой будет брать одну возможно будет брать Тан другую может быть Кира как-нибудь так может разыграет тем более у Танта уже очков перемещения нет а Кира может еще пробежаться он кстати Айслин разгоняет а Кира остается без разгона несмотря на то что она армию потянула дальше ну и старается совмещать как-то чередовать бои чтобы и она качалась и вторая героиня и Айслин и Кира или Сайра и помимо этого еще и там качается пока что так видятся основные герои ну и вообще вот у скилловых игроков всегда качается не один а несколько героев найти бы что-то на Микрене вообще не идеально пока собирать то надо уже и далее мы смотрим уже за игрой Макса который собирается идти бить очередной ящик Пандоры в надежде что там не дадут магию на которую у него нет даже мудрости хотя может он еще при пробивке самой охраны ящика Пандоры успеет набраться опыта для того чтобы опыт поднять уровень точнее поднять и качнуть например ту же мудрость как вариант расставляется два стрелковых стека причем основной конечно же эльфы остальные работают на прикрытии но единороги будут и на добивание тоже работать можно в этом не сомневаться скорость высокая поэтому есть возможность работать на хитране подбежал ударил отбежал плюс не забываем за их умение такое как слепота которая накидывается благодаря их волшебному рогу приходится принимать удары уже и по хоббитам причем у хоббитов скорость маленькая поэтому как-то их спасать не очень хорошо получится скорее всего он даже хоббитами решил вблизи бодаться я не знаю зачем они все равно нормально ударить толком не могут ну вот на добивании да они еще могут как-то так вблизи бодаться хоббитами явно что-то не то есть возможность добежать и брать данж он так и делает а ящик пандоры как лежал так и остается лежать до лучших времен возможно он его заберет либо каким-то магом либо как вариант есть еще возможность попробовать заэкспертить сначала где-то мудрость своему главному герою и только после этого уже как-то переключиться на взятие этого ящика а у него же книги заклинаний даже не было точно он ящик пандоры первый без книги брал а второй уже купил книгу заклинаний и взял и он оказался тоже как раз на заклинания то есть на магию да как был в принципе и первый пустых ящиков пандоры не бывает в принципе если вам пишет что пустой либо у вас это уже есть если вы где-то получили то что вам там дают либо мудрости не хватает что тоже очень часто бывает раньше помнится еще из ящика пандоры на вас могли и напасть но поскольку я начинал с лог версии вообще играть в героя возможно это было только в логе я не знаю как насчет сода до того момента пока появился HD мод и все вот эти вот фишки новые которые позволяют ускорить как процесс игры так и добавляют разные разрешения возможность играть в окне какие-то дополнительные горячие клавиши позволяющие более быстро играть и тратить меньше таймера ну и вашему сопернику чтобы поменьше ждать было добавляет шахматный таймер тот же в общем много интересных моментов которые не изменяют саму игру как-то кардинально но при этом добавляют реально новые полезные вещи как перестройка гильдии например чтобы искать заклинание неправильно я сыграл нужно было и с лином вниз направлять сайра была госэксперт в воздухе сейчас есть лина тут уже ну блин хотя тут сайру желательно отправить она бы монахов подняла бы уже демон теперь отлично тебя слышно такой медленный довольно расклад может быть тут контроль какой то будет сейчас это и узнаем только так тут желательно чтоб дали воздух экспертный не хочу мне нужен x 82 трогла все другие есть опять минималка да что ж такое я хотел за экспертить воздух типа если конца будет большая чтобы брать ее с большим успехом я хотел за экспертить воздух типа если конца будет большая 2 стек 2 стека грифона уже заминусовано остается еще 3 но поскольку они небольшие то они вырезаются тоже так же просто как и первые 2 все отлично выполняется армия выполняется армия становится она более мощной со стороны санька и будет отсюда уходить то есть консерватория дальняя остается на потом я так понимаю все таки все таки далековато за ней бежать конечно наверное не очень хорошо что консерватория оказалась маленькая первая ну в плане потери это конечно плюс но плюс минус один или несколько ангелов это хуже чем если бы там 3-4 ангела получили но на каждую консерваторию есть свое время сейчас ранняя стадия не забываем что игра ведется через башню башня это довольно специфический замок за который если вы хотите рано брать какие-то мощные объекты то вам придется неплохо попотеть нужно знать всю специфику этого замка ну если хотите научиться именно за башню хорошо играть например можно поучиться у такого игрока как fire to sky у которого башня является любимым замком и он за нее играет очень мощно а боль чуши не сморолились то а ща попробую еще обосраться так пробивается очередная охрана с обратной стороны портала ну и все так же собирать их стоит тут халявных ресурсов которые собираются просто так без охран их довольно много плюс не забываем что на анархии вообще можно воровать разные объекты из под охран летать в разные зоны даже несмотря на то что здесь нет компьютерных игроков только сами вот игроки друг с другом сражаются и все больше на карте нет никого тишина и спокойствие все охраны стоят на месте это не так и в тех же четвертых героях помню там были бродячие охраны которые могли ходить по карте нападать на того или иного игрока помимо этого если вы даже вблизи где-то пробегаете они там могли сделать шаг в вашу сторону и напасть сами даже ну то есть много таких с одной стороны интересных идей с другой стороны вносящих тоже определенный дисбаланс и непредсказуемость так разбивается танк выкупается он в башенке будет сидеть на разгоне судя по всему чисто мана пополнять или нет на грейжаной гаргульке даже остался чтобы больше очков перемещения получить ой рак я же мог разогнать ей сме она бы сейчас бегала бы 2600 просто 600 могла бы никуда нужно эту зону пробить и по грали откопать там но тратить на башню и грали ставить такой тут кротограф найти можно а куда еще тупо сюда ставить да чтобы из 20 процентов некромантии получили может быть так на некромантии такие так что там последний шаблон можно пробиваться поскорее в супер трэджерную зону вот сюда довозятся эльфы до главного замка там же они улучшаются тем временем ведамина продолжает ездить и пытаться нанекрить как можно больше стек скелетов по возможности даже магию используют на данный бой чтобы он прошел без потерь продолжает бегать находить какие-то ресурсы золото ну в принципе все тоже что мы уже видели со стороны макса он пока придерживается стандартной для себя тактики в этом плане это игра на несколько флангов это чуть ли не тотальная зачистка территории которые находятся под его контролем в плане ресурсов и золота не всегда конечно но по возможности маг старается этим заниматься теряется единичка ну лучше единичка чем потерять дополнительный стек хоббитов качается вердиш и дальше в подземке надо уже пробивать кочевников для того чтобы пройти чем в общем там макс и занимается сейчас прикрывает стрелков один стек оставляет по центру для того чтобы потом его наверное вниз или вверх переставить для снятия ответки пока что не стал кстати ответку снимать сразу же навалился единорогами и выхватил удар по эльфам благо ни одного эльфа потеряно не было просто нормально все срослось все после этого армия возвращается назад сама вердиш остается на одних хоббитах и этих хоббитов должно быть достаточно чтобы она добежала например до какой-нибудь деревушки или замка и чисто на хоббитах расстреляла ту армию которая будет находиться внутри и в общем то в целом захватила его во владение макса и чтобы замка у него уже стало пять но это будет уже на следующий ход и то если добежит конечно а может по пути вообще какой-то блок будет найден и нельзя будет на этой армии пробиться к замку всякое бывает предположить сложно тем временем идет пробивать Василисков их оказалось очень очень много это макс а экспертного замедления с его стороны тоже нет поэтому что можно сказать палатка теряется сто процентов я думаю и единички тоже ну кентавров он всех короче сливает всех кентавров палатку копейщика ну а в остальном будет видно пока сложно сказать посмотрим насколько сильно будут бить его юниты как он будет их удерживать на расстоянии стараться или нет будет срабатывать слепота или нет так вот первая слеповушка сработала уже со стороны щиток накинул вроде если я не ошибаюсь щиток конечно да уменьшает количество получаемого урона в процентном соотношении на экспертном уровне на 30 процентов он уменьшает ну у макса по моему земля продвинутая немножко для того чтобы за экспертит еще осталось прокачивается мудрость тоже немножечко хотя бы в принципе он видит перемещение оппонента благодаря картографу который открыл всю поверхность и теперь он сможет смело следить за соперником какие он объекты берет какая у него армия куда он направляется где его можно подловить это вообще очень важно понимать мы уже не раз с вами отмечали насколько разведка является таким важным параметром в этом плане ну и по мощи армии уже получается перевес показывает на стороне макса по крайней мере пока что такие качели могут продолжаться продолжительное время пока кто-то из ребят не начнет уже окончательно отрываться вперед там по контролю карты по войсками и так далее причем это может быть любой из них что оппонента пошли там сложные бои что ну пускай сливается что печали что конца минималка была максималку кстати я бы не осилел бы так что там двойка была лучше всего ну или я бы разбил тут героя чек так вот пришел ничего не видно это значит она отомрила статы чуть подросли а не больше так теперь так теперь так теперь сайра идет вперед она пробьет алебарду да вообще плохой ход был а чё я ушел блин 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 а чё я ушёл блин вот лучше бы паникрил уже так логу дается алик кстати круто ну чёة кем ломать буду то они не заджойнятся они не заджойнятся Может и пояснину прокачать, да? А может вообще их не пробивать, это что-то мне страшненько. Субтитры сделал DimaTorzok Вот их много будет, их подписи, а тут. Ну всё, погнали. Субтитры сделал DimaTorzok Да, стреляем очень мало, но я не думаю, что тут сольюсь, но бой не простой. Субтитры сделал DimaTorzok 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 О! Вот я понимаю. А блин, они достают, я их не закрыл. Глею. Все как получу по костям. А, боль. Ну, всё равно, в общем, нормально получилось. Проделим эту логистику. Хотя, может пробитие огневиков сразу, может и заджойниться. Да, таки сделано. Да, батя, ну, а шо ж вы не джойнитесь. Среди элементалей есть и грейженый стэк, у которого скорость выше, чем у остальных. Поэтому и пробивать, подстраиваться под него сложнее. Вообще, когда ты по скорости проигрываешь большинством стэкам с теми вражескими юнитами, которыми ты воюешь, разводить их сложнее становится. А тут еще и дизморальки, которые в самый ответственный момент начинают падать именно на ударные стэки. То наги, то гремлины. Приходится даже гремлинов ему открывать для того, чтобы потерять их вместо каких-то важных юнитов. Ну, самое главное, сама битва проведена. До момента появления воров или же заклинания просмотра определить, кто к тебе хочет присоединяться, за какую плату или бесплатно, это не видится возможным. Это происходит больше на автомате, примерно на глаз. То есть, пытаешься определить с расчетом своей армии или вражеской. Берется им пятенка, которая позволила еще больше скелетов намекрить для Айслин. И сейчас посмотрим, куда будет Санек направляться дальше со своей армией. Армия отдается на Лобету, судя по всему. Да, то есть, главные герои, которых качает со своей стороны Санек, они находятся на разгоне. Очень важно им побольше успевать ходить, выполнять полезных действий. Там подвозят их еще немножко войск. Ну, помимо того, что он войска подвозит, он еще и обучает разных героев разным заклинаниям. Он же так называемый шкаляр. Шкалярами называют тех героев, которые имеют у себя в наличии грамотность. И он может переучивать разные заклинания у других героев и учить этим заклинаниям тех героев, которые этого еще не знают. Они тоже однозначно полезны. Часто без них очень сложно обойтись при определенных условиях издача. Иногда специально стараются искать, покупать разных героев, чтобы получить как раз таки возможность со своей стороны как-то переучить нужные заклинания. Главный герой возвращается на свою же родную территорию. И не только он, но и те герои, которые бегали рядом с ним в других зонах. Вердиш все-таки идет и пытается пробиться в очередную зону. Ну и там, кстати, тоже башня. Что-то много башен нас давало в разных зонах. Ну, как минимум они могут использоваться для более быстрого получения контроля. Поскольку там вы ставите библиотеку, расширяете количество заклинаний на разных уровнях. И это вам играет однозначно в плюс. Опять же, безморальки очень сильно влияют на итоговые потери. Так, а тут пробивка гремлинов. Не идет вперед он своим. Вот нет. Хотя пошел со второго раунда. Я думал, скелетом все-таки не будет подставлять на прямую стрелу. Продвигается земля. Проверяет величину гномятини и сразу залезет ее брать. Есть и небольшое количество войск для того, чтобы попытаться минимизировать данные потери. на дизморале. Они здесь могут очень сильно просадить его по потерям. Из-за всей этой ерунды. И гномы еще и плюс один к скорости за битву на родной земле получают. Это уже не очень хорошо. Но, в целом, главное, что получается экономику держать на хорошем уровне. Все вот то время, пока играют ребята. Разгоняется Интеус на фейке. Аллагар мчит в дальнюю башенку. Отстраивается таверна и префектура, увеличивающая прирост золота. Так. И, я так понял, увеличивает прирост андроидов. Вроде как так. Ну, ребята там еще списались. Сейчас последний ход со своей стороны сделает Санек. После чего между ними будет перерыв. И потом, когда Макс появится, должна продолжиться игра. Хотя, возможно, это уже был ход после этого перерыва. Первый со стороны Санька. Ну, это не суть. Важно. Идет пробиваться... Наверное, сейчас ящик Пандоры. Да, так и есть. Армия там серьезная. Экспертной магии как не было, так и нет в наличии. Придется... А, хотя нет. Возду уже у него экспертный. Эксперт Хастада. Будет в нужные моменты перестраиваться с другой стороны. Он уже, в принципе, магов поставил наверху. Наверное, будет загонять их в уголочек. Но, опять же, если зайдут морали, то ничего хорошего из этого не получится. А, так он сразу на убой даже отдает мага. Ну, там единичка. Лучше отдать сразу одного мага, чем потерять огромное количество армий, без которой ты потом не сможешь нормально развиваться, пробиваться далее и так далее. Снимает ответки, только после снятия ответок наваливается дальше. Тут уже на Гремлинов наваливается. Ну, уже нет Аджора, который бы можно было поставлять и за счет этого как-то попытаться потерять меньше армии. Поэтому, как-то так. Ну, главное, что пробился. Берет ящик Пандоры и там дают золото. Ну, опять же, мы уже с вами отмечали, что золото это довольно тоже хороший бонус, если ты играешь через дипломатию. То есть, чем больше будет золота в наличии, тем больше шанс, что кто-то, если не бесплатно, то хотя бы за золото захочет присоединяться к той армии, которая есть в наличии. Подбирает сапоги скороходы и благодаря этому теперь запас очков перемещения должен быть больше за каждый ход. А это, опять же, для игрока, который делает ставку на темп, это очень важно. Так что определенные преимущества для себя Санек, конечно же, зарабатывает из хода в ход. Конечно, у него нет пока столь большой информации, которая есть у его соперника по поводу того, где находятся какие объекты, на что делать ставку и так далее. В этом плане Макс может лучше продумать свои действия. Гремлины здесь отдаются специально на убой, даже на прямую стрелу их подвел для этого. Потому что скелеты это важный стэк, который будет не крикться, а наг тоже терять нежелательно. Это высокоуровневые юниты, которые даже бьют без ответа, то есть не получают ответного удара. Большой запас здоровья. Ну, надо постараться и ангелов тоже не потерять. Это без них тяжковато будет. Все, экспертица земля, теперь и воздух, и земля экспертные. Очередной ящик Пандоры пробит, сейчас будет подбираться и ему дают пачку гномов. Ну, хотя бы грейженных. Это хотя бы не так будет по скорости просаживать. И под конец хода не забывают, конечно, и разогнать тоже главного героя. После чего армия передается дальше. Отдается на второго тоже главного героя или героиню. Айслин. И очередной ящик Пандоры уже будет брать именно она. Нужно отметить, что вот у него есть три главных героя и все три главных героя это маги. То есть ни одного воина у него не качается. Обычно, конечно, стараются пару-тройку магов качать и хотя бы одного или двух воинов. Но не в этом случае. Здесь как раз могут в плане отжора гномы сыграть. Довольно неплохо. Можно попробовать за счет этого как-то выехать. Гаргулик тоже подставил, но их довольно легко разблокировали там. Чего и стоило ожидать. С монахами всегда неприятно бодаться, потому что большой запас у них. И здоровье, и при этом скорость неплохая. И в ближнем бою они махаются ровно так же, как стреляют на расстоянии. Поэтому не всегда есть даже в перспективе ломиться сразу во что бы то ни стало. Экспертица параллельно с этим некромантия и получил пачку кентавров. Ну как бы отжор для взятия улика он как раз и пригодился. Прямо сразу же, да? Прямо перед уликом в ящике Пандоры положили этот отжор. Говорят, вот на, бери. Тебе это пригодится для взятия улика. Ну и сам некрогерой поехал дальше. Впереди его ждет импятня, качается логистика, которая тоже увеличит количество очков перемещения. И в целом его герои, вот по крайней мере главные, будут начинать бегать все больше и больше. Что не может наверное не радовать. Так, ну и внешний рынок, который позволяет с довольно-таки выгодным курсом выменивать ресурсы между собой. Золото и не только. Ну и гильдию магов тоже не забывает отстраивать. Поскольку хочется побыстрее словить контроль. Под контролем имеется в виду полет и дверь измерений в первую очередь. Городской портал это тоже неплохо, но все-таки городской портал, он больше позволит быстрее чистить зоны и перемещаться между ними. А полет и дверь измерений, они позволят и воровством заниматься в том числе. А на анархии это тоже очень важный параметр. Это как раз то, через что можно тоже обыграть и дипломата попробовать, и некроманта за счет воровства важных объектов каких-то. Это тоже может сыграть огромный плюс. Ну и ребята конечно же они это понимают и стараются использовать тоже себе это в плюс. Ну и дальше будет перерывчик, судя по всему. Субтитры создавал DimaTorzok